Три вопроса. Первый вопрос о том, что Всевышний Аллах, нужно признавать Его единственность в Господстве и в именах и атрибутах. Второй вопрос. О том, что обязательно нужно поклоняться только Аллаху и никому не поклоняться наряду с Ним. Аллаху не доволен тем, чтобы предавали Ему сотоварищи в поклонении, кем бы он ни был. Пророком, или праведником, или джинном, или праведным человеком. Третий вопрос. Как мы должны взаимодействовать, относиться к немусульманам? Должны ли мы проводить разницу между иудеем и христианином? Да. Да, иудея у него свои убеждения и свои виды поклонения, и у христианин у него свои убеждения, и свои обряды поклонения, даже есть отличия в одежде. И поэтому и мусульманин обязательно должен отличаться, и это иудеи, и это христианина. Во-первых, в своих убеждениях. В своих словах, речах. Говорить должен он, я мусульманин. Я не иудей и не христианин. В действиях своих органах, деяниях должен отличаться от них. Не должен быть вместе с иудеями, в их обрядах поклонения и участвовать в их празднествах. Означает ли это, что мы не должны соблюдать договоры, которые мы заключаем с иудеями и христианами? Нет, мы должны соблюдать договоры. Не должны покушаться на их жизнь, или как-то оскорблять их, или забирать их имущество. Но вместе с тем, мы не должны соучаствовать вместе с ними в их празднествах, в их обрядах поклонения, в их одежде. Мы должны призывать их к Аллаху, и это обязательно. Мы должны желать им блага. Это, конечно же, вхождение ими в религию пророка, саллаллаху али и ассаляму. Мусульмане не обманывают неверующего. Он откровенно говорит им, что вот этот ваш путь, он противоречит тому, даже тому, на чем был Муса и Иса. Мы должны сказать ему, ты обязательно должен войти в религию пророка Мухаммада, саллаллаху али и ассаляму.